Привет, ты крутый классен, раз зашел на Ясен. Меня зовут Юрий, и сегодня я расскажу тебе, какая броня в МАК самая лучшая, а какую крафтить вообще не стоит. Ну что, поехали! Я скрафтил все сеты брони, которые на данный момент доступны в игре. По крайней мере, на момент записи данного видео. И сегодня мы протестируем все из них. Сегодня нашим ассистентом будет Гронк. Он любезно нам предоставит свои услуги по выписыванию пилюлей. Будем использовать его контратаку мясорубка. Для получения более точных результатов. Для начала не будем одевать никакой брони. И проверим, сколько Гронк может нанести урона без нее. Как мы видим от одной контратаки, урон просто колоссальный. ХП упало приблизительно на 3916 единиц. Давайте теперь испытаем железную броню, которая крафтится из железных слитков. Шлем добавляет плюс 4 брони. Торс плюс 10. Ноги плюс 8. А по ноже плюс 3. Как мы видим, в этот раз мы получили вдвое меньше урона. А именно, наше ХП уменьшилось всего на 1829 единиц. Следующим будет золотая броня. Шлем дает плюс 3 брони. Торс плюс 8. Ноги плюс 6. А по ноже плюс 2. Удар Гронка нанес 2714 единиц урона. Что, конечно же, не очень радует. Итак, давайте перейдем к броне покрепче. На этот раз это будет метриловая броня. Или же, как говорят, нефриловая. Шлем добавляет плюс 6 брони. Торс плюс 14. Ноги плюс 11. А по ноже плюс 4. Удар Гронка нанес 1722 единицы урона. Что не очень отличается от урона, который нанес Гронк нам, когда мы были в железной броне. Разрыв приблизительно в 100 единиц. Итак, на подходе адамантивая броня. Адамантивый шлем добавляет плюс 8 брони. Торс плюс 18. Ноги плюс 14. А по ноже плюс 6 брони. Итак, посмотрим на что годно адамантивая броня. Она же адамантитовая. Ну, это уже очень впечатляет. Удар Гронка снес всего. 959 хп. На данный момент это наш фаворит. Итак, перейдем к эпической броне. К самому интересному. Первая будет броня из волчьей шкуры. Шлем из волчьей шкуры добавляет плюс 3 брони. Торс плюс 8. Ноги плюс 6. А по ноже плюс 2. Показатели брони из волчьей шкуры идентичны показателями брони из золота. Но не забываем, что у волчьей брони есть своя фишка. А именно баф. Который увеличивает вашу скорость передвижения на 50% при полном комплекте брони. Итак, удар Гронка нанес. 2592 единицы урона. Что, конечно же, очень предсказуемо. Урон почти не отличается от урона, который был нанесен, когда мы были в золотой броне. Итак, перейдем к нашему последнему участнику. А именно броне из Чанкиума. Шлем из Чанкиума добавляет плюс 6 брони. Торс плюс 15. Ноги плюс 11. А по ноже плюс 4. Показатели почти идентичны показателям брони из Митрила. Давайте теперь проверим ее на прочность. Удар Гронка нанес. 1796 единиц урона. Что также почти не отличается от урона, который был нанесен Гронком, когда мы были в Митриловой броне. Но не забываем, что в броне из Чанкиума, так же как и в броне из Волчьей Шкуры, есть своя фишка, а именно баф, который увеличивает длину атаки на 60%. Что дословно означает увеличение время беспрерывности вашей атаки. Ну что, давайте подведем итоги. Самой крепкой броней из разряда обычной брони. Первое место держала Адамантиевая броня. Второе броня из Митрила. А третье броня из Железа. Золотая же броня оказалась самой мягкой и не рекомендуется к использованию, даже на начальном этапе игры. А вот из разряда эпической брони, с моей неэкспертной точки зрения, победила броня из Волчьей Шкуры. Ведь если брать во внимание мой опыт в игре маг, то скорость передвижения решает многое, нежели длина атаки. Ведь рожденный бегать пи*** не получает. Но это уже на ваше усмотрение. Но если бы вы поставили меня перед выбором броня из Волчьей Шкуры или броня из Адамантия, то я бы выбрал броню из Волчьей Шкуры. Потому что одев ее, вы буквально становитесь неуязвимыми. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А на этом у меня все, ребята. Если вам понравилось, вы узнали что-то новое для себя и хотите больше контента, тогда, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте и поделитесь с вашими друзьями. А на этом у меня все. Все. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok